Привет! Поговорим сегодня о лайне. Начинающие художники, которые только осваивают графический планшет и графические редакторы, задаются вопросом, как сделать ровный и чистый лайм. Можно было не затягивать видео и просто ответить, что все решит практика, но все-таки мне хочется остановиться на некоторых моментах. Для начала качество лайна зависит от уверенности ваших движений во время рисования. И чтобы эти движения были как можно увереннее, мало просто привыкнуть к планшету. Первая частая ошибка начинающего это так называемая лохматая линия. Когда художник не уверен в своих действиях, он делает не монолитную линию, а как бы разбивает ее на короткие черточки. В некоторых случаях такой лайн выглядит живым, но в основном его делают однотипным и не пластичным. Тут даже лохматость не спасает. Вторая ошибка это однородная линия. Или линия с одинаковой шириной по всей длине. Такое часто встречается при рисовании автоматическим карандашом или ручкой, но и на планшете этим можно грешить. И третья ошибка слишком толстый или слишком тонкий лайн. Также сюда можно включить и цвет лайна. Это не очень частая ошибка, но все же я замечала, как на нежный рисунок со спокойствием и умиротворением запихивают черный жирный лайн. Или наоборот, на динамичный арт накладывают тонкий, еле заметный. Ошибки мы рассмотрели. Теперь я покажу, как я делаю лайн и поделюсь советами. Я стараюсь вести линию как можно дольше, не делая ее лохмат. Но несмотря на то, что линия получается не очень прямой и ровной, она выглядит живо. Все потому, что я меняю нажим пера на планшете, и линия получается пластичная за счет изменения ширины. Также я изначально выбрала размер кисти, который подойдет для этого арта. Учитывая, что линия будет чуть тоньше, так как нажимаем мы на планшет не в полную силу. Также линия не обязательно должна быть черной. Очень эффектно смотрится темно-красный, как в моем случае, или напротив, темно-фиолетовый. Главное, чтобы лайн не мешал и не отвлекал, а лишь делал рисунок еще живее и понятнее для зрителей. Кстати, есть еще один способ, как сделать лайн ровным и чистым. Как сделать лайн более аккуратным, но не прилагая для этого больших усилий. Нужно просто отрегулировать сглаживание кисти в программе Paint to Side. К счастью, там есть такая функция, чтобы компьютер сам сглаживал линии. К сожалению, в фотошопе такого нет. Именно поэтому многие художники оставляют свой выбор именно на программе Paint to Side. В следующем видео я расскажу про покрас. Спасибо, что посмотрели до конца. Очень надеюсь, что кому-то оказалась полезна эта информация. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok